Радио Резонанс Тайное в явном и явное в тайном. У нас в гостях Михаил Мелехов. Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинаем нашу программу суббота, 7 октября 2017 года. Программа называется «Тайное явное». Меня зовут Майкл Мелехов, я руководитель центра SunGates. Ну и сегодня мне в этой передаче помогает гость, очень и очень необычный гость, мой коллега, можно сказать, но совсем с другим подходом. Коллега, я имею в виду нумеролог. Но нумеролог, если я просто так будем говорить, нумеролог, то он нумеролог-предсказатель. Поэтому имейте в виду, дорогие друзья, сейчас будет конкретное предсказание тем людям, кто хочет их получить, естественно. Потому что, ну, есть люди, которые, как бы, и верят в это, как ни странно, и они могут задавать свои вопросы по телефону 847-498-3367. Мы также принимаем вопросы по смс 847-595-0904. Этого человека зовут Гор. Поэтому всё, что вам надо сделать, вам надо назвать свою дату рождения. Ну и самое главное, друзья, ваш вопрос. Ваш вопрос, что бы вы хотели узнать, но, скажем так, ну, более такой конкретный, что ли. А не просто давайте вы нас посчитайте, как вот у меня дела будут, ну и так далее. Самый распространённый вопрос в моих программах, которые я веду по интернету, это каково моё предназначение. Здорово, замечательно, мы от этого должны отталкиваться. Естественно, каково наше предназначение, поскольку если мы его знаем, тогда нам легче идти по жизни с нашим предназначением, а не выполнять какую-то чужую работу или проживать какую-то чужую жизнь. Поскольку мы меняем наши и даты рождения, кстати, мы меняем и наши имена, бывает, особенно с русского на американские манеры. Мы опускаем наше отчество часто, и совсем всё тогда меняется. Ну вот, нам сегодня в этом будет помогать Гор. У меня есть некоторые вопросы к нему. Редкий случай, когда, кстати, Гор выходит на публику, поскольку у него хватает, так сказать, запросов, чтобы решить эти вопросы. Но, опять же, для тех, кто его знает. А сегодня мы знакомимся. Гор, вы с нами, да? Да, с вами. Окей. Ну, хорошо, рад приветствовать сегодня в эфире. Ну, давайте мы сделаем вот что. Мы не говорим о политике, мы не говорим о конкретном человеке, но, тем не менее, сегодня седьмое число, и сегодня, ну, кто-то отмечает, а может быть и много людей отмечает определенную дату. Я говорю о тех, кто проживает в России, поскольку президент Российской Федерации, сегодня у него как бы день рождения. Я говорю как бы, потому что почему-то люди, ну, вот такие великие мира сего, будем говорить, они шифруются. То есть, никто не знает конкретно, вот, скажем, Хиллари Клинтон, да? Вот, когда шел вопрос о том, кто будет президентом, то огромное количество астрологов анализировали карты, натальные карты президента, ну, будущего президента, скажем, Трампа и президента Хиллари Клинтона. Так вот, если с Трампа более-менее все было понятно, то, допустим, с Хиллари Клинтон нет. Почему? Потому что время рождения никто не знал. То есть, оно, так сказать, скрывалось. И вот здесь очень интересный момент, поскольку уже не раз отмечалось, и я в том числе отмечал о том, что все девы, козероги и так далее, весы, как сейчас, в такой-то день будут вот то-то, то-то. А время здесь почему-то не учитывается. Ну, потому что, вот потому что потому. Иначе тогда надо будет всех не под одного ребёнка грести, а, так сказать, индивидуально на это нет ни у кого времени и желания лучше всех, вот так скажем, обезличить и всем прочитать одно и то же. Вот, Гор, у меня к вам такой вопрос. Скажите, а почему вы считаете, с точки зрения, опять же, нумерологии или каких-то там высших, истинно, не знаю, Ну, вот люди так поступают, так они ведут. У них что, есть какие-то предпосылки к этому? Вопрос. Почему люди меняют сильный мир всего, и не только, да, почему меняют то ли дату своего рождения, то ли время своего рождения? Вот для вас не имеет же значения время рождения или имеет всё-таки? Не имеет. Не имеет. Имеет дата, точная дата. Так. Люди меняют даты для того, чтобы, понимаете, вот они реально шифруются, да, потому что, зная дату, точную дату, можно сказать о человеке почти всё. Серьёзно? Полностью, да. О человеке, стране, континенте, неважно. Чтобы осмотреть человека, хватит одной даты. Смотреть страну, нужно смотреть топ-менеджеров, управляющих, президент, правительство, конгресс, ну, например. Смотреть континент, смотреть нужно страны, которые входят в этот континент, смотреть их руководители. Это всё предсказуемо, причём очень точно. Интересно, интересно. Ну, я хочу сказать вот, что у меня много собеседников, у меня много различных подписчиков на канале YouTube, которые я веду, и очень часто я получаю различные, скажем, прогнозы и по поводу в том числе, что происходит у нас среди сильных мира сего. Ну, у нас, вы знаете, у нас люди звонят, звонят у нас люди, кто-то пишет смс-ку. Ну, чтобы продемонстрировать, скажем, для, кто хочет. Конечно, давайте мы рассмотрим человека, который только что прислал нам вот такой вопрос. Дата, записывайте дата. Это, во-первых, женщина, так? Так, 8 января 1963 года рождения. 8 января 1963 года. Есть вопрос, я должен вам задать этот вопрос, или вы можете уже начать рассказывать, что происходит с этой женщиной? Ну, мне нужно будет некоторое время подумать, потому что, как бы, ну, нужно время. Хотя бы там 10 секунд. Сейчас, минуту. Ну, давайте, вы знаете, давайте вы пока думайте, а мы на двоих будем соображать, поскольку я тоже, как бы, в этом немножко разбираюсь, да? Ну, и давайте я тогда начну считать я, о чём идёт речь, и потом я озвучу, потому что, если я вам сейчас скажу, о чём идёт речь, ну, человек же хочет проверить, верно? Он же всегда не согласен, он же всегда подвергает всё сомнению, поэтому я его пока вам задавать не буду. Я хочу узнать, о чём вы говорите, чтобы чистый эксперимент, как говорится, был, вот, а потом я прочитаю то, что здесь написано. Мы получили смс буквально вот минуту тому назад. Ну, уважаемая женщина, которая родилась вот такое-то время, что вам могу сказать? Ну, во-первых, у вас очень чёткая концентрация для вас. У вас всё чётко расписано и разложено по полочкам. Вы родились 8-го числа, восьмёрка, это по моей системе нумерологической. Это концентрация на бизнесе, и это концентрация на том, что, как вы считаете, вам надо делать. В первую очередь на бизнес. И это первая цифра, но следующая цифра у вас тоже очень сильная. Вы организатор, и очень хороший организатор. Вы хозяин своего бизнеса. То есть вы не просто, скажем, планируете и чётко всё прописываете, но вы ещё это всё организуете. Что вам мешает? Что вам мешает? И какой род бизнеса? Ну, можно предположить, конечно, но вам мешает ваша авторитарность. У вас достаточно жёсткий характер. И если что не по вам, то вы будете, скажем так, резко отвечать. И вот люди могут вас не понимать, поскольку они не такие чётко прописанные, они не понимают ваших целей. И они могут не соглашаться, ваши сподвижники, будем говорить, а также, возможно, ваши партнёры. Тут надо анализировать партнёров. У меня есть только дата рождения ваша. Ну, на что бы я обратил внимание? Вы, кстати, из-за людей. Вы, кстати, не просто там про себя думаете. Вы думаете о других людях. Это действительно есть. У вас, к сожалению, ну, я бы так сказал, вот эта авторитарность, во-первых, она мешает. Во-вторых, вам надо позаботиться о вашем здоровье. Какие-то там есть нюансы по поводу здоровья. Давайте, Егор, вы подумали, да? Давайте послушаем вас, а потом я тогда задам всё-таки вопрос, который написала женщина. По здоровью. Начнём с главного. Здоровья, да? Да. Потому что нет ничего дороже здоровья для человека. Да. У его близких. По здоровью у женщины проблемы с отсутками головного мозга. Головные боли часто, ну, это у неё практически всю жизнь. Там не то, что там погода плохая, или там дождь, снег пошёл, там влажность. Не важно. Важно то, что слабо оттуда мозга. Так, следующее. Тоже важное, да? Вот я не знаю, говорить или нет. Если говорить правду, говорить правду, да? Женщина готова слушать правду? Я не знаю. У нас нет этой женщины. Это не мой канал, где мы видим и слышим. Мы не знаем. Лучше, если какие-то очень серьёзные такие вещи, лучше не надо в эфире. Говорить, мало ли, потому что потом нас ещё обвинят, знаете. Ну, тут как бы так не очень такое опасное, но... Ну, это чисто по женщине. Лежи, как женщине. Нет, лучше не надо, потому что вопрос с этим не связан. Хорошо, да. Но так женщина, в общем, неплохая. Она умная, она нежадная. Она помнит долго добро. Если в чём-то помогли, она обязательно отблагодарит. Я понял. Давайте я задам тогда вопрос такой конкретный, который она задала. Год назад бизнес рухнул. Вот видите, про бизнес, да, вот я вижу, что концентрация на бизнесе без сомнений есть. Майк. Нам по радио, конечно же, не скажут. На всякий случай, мало ли, мой телефон 847-226-9956. Если Гор нам может ответить, можно ли и как поправить положение, послушаем. Поправить можно, но это поправление будет зависеть не от женщины, а от её друзей, помогут друзья. У неё сейчас идей в голове много. И много нереальных идей, но есть и реальные. Смотреть, конечно, так, ну, это нужно время, это нужно дополнительная информация, нужно. Сказать по одной дате, это нереально просто. По одной дате именно. Потому что говорить там плюс-минус, допустим, там два месяца или там полгода, это слишком. Надо говорить точно. Вот для точности нужна ещё информация, ещё нужна. Хорошо. Поэтому, ну, вот таким образом, я тоже имею ещё, может быть, что-нибудь сказать, но не в эфире. Гор, вот мне тут написали на мой персональный телефон. Огромное почтение Гору. Я один раз встречала человека, как вы, и это на самом деле огромная удача. Ваша миссия на планете. Мне сказал человек, как вы, что останется 5% населения на планете. Я не совсем понял вопроса, но, короче говоря, давайте мы разделим это. Ну, не знаю, ваша миссия на планете, у каждого есть своя миссия. Ну, это не так интересно. А вот на планете останется 5% населения. А как вы думаете, останется 5% или больше? Или всё остальное? Майкл, 5, 6, 4. Да. Мало процентов. Останется. Вот мало и останется, да. Мало и останется. Ну, на самом деле, мы сейчас не будем анализировать это, поскольку есть циклы. Эти циклы действительно существуют. Мы находимся в конце определённого цикла. Это не эта тема на радио. И грядут изменения. Кстати, цикл, когда есть смена климата, погоды, это тоже циклы. Это там не парниковый эффект, там, панедонная вода. Это цикл. Просто кто их знает, кто зарабатывает на этом деньги. Типа того-технического протокола. Ну, вот так. Я думаю, достаточно. Это политика, я не хочу на эту тему говорить. Ясно. Хорошо. Тогда давайте мы всё-таки ответим на такой вопрос. Выточнее, ответьте нам. Скажите, предназначение. Самый частый вопрос, как я уже говорил, из тех, которые, бывает, задают нам люди. Вот, наше предназначение на самом деле в ведах так и было. То есть вопрос был всегда такой. Если мы знаем своё предназначение, то тогда нам легче функционировать на Земле, поскольку наша задача – выполнять наше предназначение. И, как я понимаю, мы рождаемся с определёнными качествами, чтобы выполнить это предназначение. Это так или нет? Ну, конечно, так. Допустим, берём акулу, да, и берём там пицкаря. Берём бультерьера и берём баллонку. Берём… Или волка берём. У каждого своя митя. Хорошая она, плохая. По крайней мере, они все хорошие. Смотри, как посмотреть. Ну, хорошо, понятно. У нас был вот такой вопрос, опять же, мы получили. Мама спрашивает про сына. Я вам этот вопрос переслал заранее. Ну, как всегда, родители, естественно, беспокоятся за своих детей. Ну, чаще даже за своих внуков. Ну, вот был вопрос про сына Даниила, да? Да. У вас он есть. Ну, да, у нас есть звонок. Давайте премиум звонок для начала, а потом продолжим. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Что вы могли сказать о молодом мужчине, который родился 4 сентября 1981 года? Что можно сказать о мужчине? Да. А что вы хотите узнать про этого мужчину? Ну, это мой племянник, потому что я, допустим, я о нем знаю, но мне бы хотелось услышать. Ну, какой... А по вашему мнению, в точке зрения, номер 1, Даниил. А какой вопрос? У вас есть какой-то вопрос в отношении этого человека? Или вы хотите... Да, у меня есть вопрос в отношении работы, личной жизни, здоровья. Этого человека, этого мужчины, правильно? Да, да. 4 сентября 1984 года. 81-го. А, простите, 81-го. Хорошо. Давайте вы тогда послушайте по радио, да? Сейчас нам город будет об этом рассказывать. 4 января 1981 года, правильно? 4 сентября, да? Сентября. Да, 4 сентября. Восемьдесят... Какого года? Первого года. Восемьдесят первого года. Окей. Парень прошел трудный период, который у него был чуть больше года назад. Это был август у него прошлого года. Восемьдесятнадцатого года. Он прошел его, и, по крайней мере, славополучно, как очевидно. В этом году он входит вообще в принципе, наверное, даже лучший период твоей жизни. У него будет и личная жизнь, и работа. Все будет по его. Очень удачная пора. В это время лучше брать побольше идей и побольше на себя взваливать. Все равно не устанешь. Много энергии. Хоть что-то, ну, конечно, можно набрать там носу непосильную, но лишнее отпадет. А вот это вот именно ядро, которое важное, останется, и он его потянет. Так же и личная жизнь. Ну, просто в личной жизни... Понимаете, в чем дело, опять-таки? Ну, вот, когда голодна горят, да? И горят долго. Как кажется, что они никогда не потухнут. Искры вот эти вот, амурные. И ему нужно будет, как бы, эту энергию не разбазаривать, а выбрать именно ту девушку, которая ему по душе. У него будет большой выбор, но выбрать нужно будет одну. Потому что потом, ну, через время, это все прикроется. Ну, время это, я скажу, когда. Если хотите знать, я скажу, когда. Это будет 19-й год. 19-й год? Да, перекроется. То есть, получается, у него на сегодняшний момент нету спутника жизни, да? Нету женщины, да? Постоянной. Жены. У него нет. В частности. Постоянно нет. Постоянно нет. Ну, хорошо, хорошо. Если больше ничего, тогда я могу добавить. Собственно, мне добавлять-то нечего, поскольку все находится в балансе, с моей точки зрения. Все качества очень хорошие, практически максимальные. И целеустремленность у него на должном уровне, здоровье у него замечательное. И он боевое такое, да? Да. И энергия у него великолепная, и голова у него как бы светлая, и все у него очень здорово и замечательно. И способность к созданию семьи, качества для создания семьи у него, безусловно, присутствует. То есть он знает, что надо иметь, может быть, не уже стопроцентное. Со временем, если, то есть, короче говоря, если он один, то, да, срок уходит, поскольку пропадает стимул, пропадает стремление к этому с возрастом. Сколько ему получается? 36 лет исполнило. Да, 36 лет. Что еще можно сказать? Какая-то у него, знаете, как бы, ну, вот человек идет, идет, идет к чему-то, да, и с стремленностью здорово. Но потом наступает какой-то период в его жизни, и как стена, он натыкается на эту стену и не знает, что делать. Вообще-то он материальный человек, в принципе, твердо стоящий на земле, не витающий в облаках. Четвертое число, четвертое число. Это четверка в Америке, то есть в Америке, в Китае. В Китае не любят, кстати, четверку. Уж не знаю, как вот по моей системе, я бы так сказал. Это какая-то такая, ну, понимаете, это восходящий узел Луны, это демоническая планета Араху. И если человек находится в каком-то, скажем, что-то ему мешает, как-то ему не по душе, как-то он один, он может забыться в каких-то наслаждениях, в каких-то даже интоксикациях. Он может забыться, ну, не знаю, курение и так далее. Ну, в целом, еще раз, не видно этого, но, тем не менее, возможно. Ну, вот таким образом. А так, во всем остальном, у него замечательно. Чтобы можно порекомендовать хорошее качество менеджера. Уже не знаю, как и кем он работает, но если нам потом захотят позвонить и сказать, так это или нет, то мы будем рады услышать. Хорошо, давайте тогда, если у нас нету, нету у нас, да, никаких дальше пока вопросов. Хорошо, тогда давайте вернемся к этому вопросу, который к нам поступил сегодня, да, поэтому, да, поэтому Даниилу. Что у нас, как у нас дела с Даниилом? Вот, то есть, короче говоря, мальчик, ну, мальчик, точнее, мама пишет о сыне, которому сколько лет? Двадцать, там, с чем-то лет, правильно? Двадцать три будет. Двадцать три будет, да. И вот она заботится, естественно, о его здоровье, не знаю, кем он будет, короче говоря. Ну, давайте, слушаем вас. По работе, как я говорил уже, и, возможно, вы прослушали, у вас, наверное, разбилось толку, вернее, немножко выбилось колени одно сообщение моё. Вот смотрите, по работе, да, работа, которая, работа, по которой проходил практику в прошлом году, в прошлом, я сейчас посмотрю, точно не помню, в прошлом году, кажется. Он на эту работу поступит, и у него будет хорошая карьера, только это будет в следующем году. А в этом году, ну, смотрите, у его мамы, сейчас я посмотрю по этому, день рождения в начале ноября. И он хотел приехать к матери, поздравить её. Вообще у него по себе вообще у него поездка должна быть не в начале ноября, а где-то после 25 ноября. Но поездка должна быть, это нормально, да. То есть он как бы идёт с опережением, но незначительно. Вот. Теперь берём по... Сейчас я посмотрю его. Генраждане, я не помню его, сейчас посмотрю. Сейчас я найду, одну секунду. Это вообще не просто много. Да, там было много, действительно, дорогие друзья. Много. Гор у нас человек рентген, так его называют. То есть от него невозможно ничего скрыть, так напишут люди, те, кто его знают. Тестимониалс, как говорится. Поэтому забросали его разными вещами. У нас вот сейчас поступил на мой телефон, поступил вопрос. Давайте, Гор, вы нам ответите, а потом мы зададим вопрос ещё вот жительница города Чикаго. Было бы неплохо, если бы был конкретный вопрос. Ну, попробуем рассмотреть эту женщину. Всё, я нашёл по Даниилу. Так, так, давайте, давайте. Вот смотрите, где-то в конце, сейчас скажу, где-то числа 15 ноября у Даниила будет очень опасный период в жизни. Стрессовый такой, нервный период. Ну, тяжёлый период. Он начался не вчера, не сегодня. Он начался в 15-м году ещё. Это было конец осени. Вот с 15-го года пошли вот эти вот, вернее, с 15-го года пошли предпосылки к этому уже на ноябрю. То есть, события, которые были в 15-м году, в конце осени, вызывают этот, ну, этот стресс. Да, стресс, конечно, опасный. Ну, он не смертельный, но он опасный. И парню лучше, конечно, никуда как бы не умешиваться, избегать ситуации конфликтных. Разумеется, конечно, спиртного не употреблять, потому что, ну, это помешает в эти ситуации. То есть, вести здоровый, отрезовый образ жизни нужно будет ему. Он и так не пьёт, но всё равно. Понятно. Хорошо, хорошо. Гор, спасибо. Давайте мы... Дело в том, что вопросы много. Хотелось бы, да, попробовать всех ответить. Вот первая у нас была женщина, которая с 63-го года, которая задавала... 8 января, да, 63-го года. Да, которая задавала вопрос по бизнесу, который рухнул. Её заинтересовало, вот она нам смс прислала. Гор, а что вы хотели сказать? То есть, она даёт, так сказать, разрешение, оказывается, в эфире, чтобы вы озвучили. Майкл, это ей так кажется, что даёт. Да? Да. То есть, вы не хотите говорить об этом, да? Ну, потому что я маю. Я знаю, что её ожидает. Именно в ноябре, например. Именно в ноябре. Ну, вы заинтриговали её? Меня бы тоже заинтриговали. Но дело в том, что, уважаемая тогда радиослушательница, ну, наверное, Горд не, наверное, точно знает, о чём он говорит. Если он говорит, что не надо об этом говорить в эфире, тогда, наверное, не надо, ему видней. Да, потому что так лучше. Давайте мы сделаем вот как. Вы мне всё-таки позвоните по телефону, если вы хотите, конечно. 847-226-9956. Ну, если вы даёте разрешение озвучить на радио, тогда и я бы об этом знал. Поэтому я могу у неё спросить, о чём идёт речь, и вам это передать, если вы так хотите, конечно. Хорошо, давайте у нас есть вопрос. Опять же, пришёл радиослушательница мне задала вопрос. Женщина. Она родилась 10 мая 1974 года, имя называть я не буду. Да, если вы мне звоните, уважаемая, то ли я радиослушательница, то ли кто-то ещё, то не сейчас, естественно, я сейчас в эфире, поэтому ответить не могу. После четырёх часов мы с вами побеседуем, если вы мне перезвоните. Спасибо. 10 мая 1974 года. Я уже вижу её. Ну, давайте, слушаем вас. Вот октябрь, октябрь, может быть, конец сентября, ну, тут непринципиально, конец сентября, начало октября. У неё, в принципе, она сейчас на грани. На грани чего? На грани стримов нервных. Даже не на грани стримов уже есть. Срыв? Нервный срыв. А с чем он связан, не скажете? Кстати, она уже пьёт успокоительное, скорее всего. А с чем он связан, нервный срыв? Личная жизнь. Понятно. Хорошо. В смысле, нет, не личная жизнь, это связанно... Вообще личная жизнь, да. Личная. Личные родители там. В основном же это личная жизнь. Ну, по крайней мере, здесь сейчас тяжело. А началось это всё у неё в марте. Вот марта пошло. Ясно. Так, хорошо. Ну, давайте мы так. Скажите, личная жизнь, да, вы говорите? А что с личной жизнью? Сложится, не сложится? Если есть проблемы, ну, значит, наверное, они есть. Так, решатся ли эти проблемы? Стоит ли ей тогда встречаться с этим человеком, с кем она сейчас имеет проблемы, я бы так сказал? Чтобы знать, кто это или не стоит, я должен знать его дату рождения. Его дату рождения. Хорошо. Значит, тогда... Потому что пострадавшая она. Она пострадавшая. Да. То есть, получается, что... Ну, если бы мне так сказали, так я бы задумывал, стоит ли тогда встречаться с этим. Если она пострадавшая, значит, виноват. Понятно, он. Чтобы сказать более точнее, ну, уважаемые, тогда вы нам или напишите, или позвоните. Дату рождения вашего, так сказать, партнёра, что ли? Мужчины. Мужчины, да, мужчины. Поскольку это женщина. Ну, я могу добавить вот что. Не знаю, видите ли вы, но то, что я вижу, просто совершенно невероятная интуиция. Редко встречаешь такого. То есть, я бы рекомендовал играть в лотерею. Не проиграет. Шансов очень много. Ну, не знаю, там... Я против казино, но тем не менее. Вот. Тем не менее. Очень-очень чётко видит всё. Ну, просто ещё раз говорю, этот самый Шпионов вычисляет только так, на раз. Майкл, всё правильно, она аналитик. Она, да. Аналитик, да. Я бы даже сказал так, сочетание... Ну, вы, нумеролог, вам тоже это понимаете. Сочетание девяток, двоек и семёрок даёт просто невероятную комбинацию. Если была бы ещё одна двойка, я бы назвал её совершенно чёткой, ясновидящей. Экстрасенсом. Но, наверное, вот эти три семёрки, которые есть, три семёрки, это, во-первых, очень-очень удачная комбинация. Она практически видит, действительно. Великолепный менеджер, я бы сказал. Причём интересная штука. Здесь она может быть... Она может быть и организатором, и чётким... Знает, каких целей она может добиваться. То есть, она, в принципе, добивается. Единственное, что... У неё их много. То есть, там, 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 там. Вот это может мешать. То есть, разброс по целям, я бы так сказал. То есть, сегодня это появилось, отменилось то и так далее. То есть, не дойдя до конца, она может переключаться на другую какую-то работу, на другую миссию, на другое дело, не знаю. Ну и где-то вот в роду нету контакта с кем-то. Из родителей, скорее всего, или на разных территориях, или рано кто-то ушёл из родителей. Где-то вот так. Вот это то, что я вижу. Физическая работа противопоказана. Что ещё? Ну, точные науки тоже противопоказаны, кстати. Вот. Это то, что я вижу. Кстати, как по поводу, вот опять же, этой женщины, которая с бизнесом. Есть ли у неё какие-то проблемы, связанные с этим бизнесом? Имеется в виду, ну, у нас, поскольку это жительница города Чикаго, Соединённые Штаты, тогда эта проблема, наверное, связанная, может быть, с тексами. А income tax, то есть IRS, или налоговая, по-русски, если говорить. Вот что-то с этим. И проблемы, допустим, с какими-то, ну, наверное, инстанциями, вот, бухгалтерия, вот, типа такое. Есть там какие-то проблемы, поскольку, ну, вот есть такое подозрение, что ли, возможно, есть. Опять же, вот это первая женщина, которая нам позвонила и сказала, написала, точнее, не позвонила, а написала. Это женщина любит риск, поэтому проблемы эти, скорее всего, сопутствуют. Сопутствуют, да? Да. Ясно. Хорошо. Гор, ну, пока у нас нету других вопросов, я не проверял своё. Майкл, есть группа женщин, которая родилась с 10 мая или с 4-го года. Да, помню, там, буквально пару слов. Давайте. Она, или она военный человек, ну, в погонах, да? Или её муж военный. Это 90-й процентов. Или... Мне нравится, или нравится военная. Тормить, ну, военная, там. Вы накупочка там, суды, прокуратура, милиция, вот, такое. Хорошо, у нас есть... Потому что она сама хорошая военная. Ну, ладно, ты пошла учиться. Хорошо, давайте мы с вами ответим на такой вопрос. Вот ещё один вопрос пришёл к нам 27 декабря 1985 года. Женщина, 27 декабря 1985 года. Конкретный вопрос. Не получается найти работу, общение с людьми, тяжело. Вот. Что-то происходит. 27 декабря 1985. Через год, чуть больше. В начале демы следующего года она уедет. Куда? Это будет поездка за границу. Поездка за границу. Ну, я, если честно, я не знаю, где она проживает. Но, судя по тому, что на мой телефон, то полагаю, что она проживает на нашей территории. Наверное, ещё раз, имеется в виду в Соединённых Штатах. Она может вернуться, что ли, вы имеете в виду? У неё будет перепереть за границу. За территорию страны, в которой она находится. В которой она будет находиться в декабре следующего года. У неё будет переезд. Понятно. А вы можете... Кстати, переезжать её не нужно. А, вот она написала. Дубай. Не надо переезжать. Куда не надо переезжать? Она находится в Дубае. Ну, вот она находится в Дубае. Пускай она? Да. Пусть она работает. Пусть она работает в Дубае? Да. Понятно. А ничего, что там, как бы, народ живёт такой, как бы, нормально? Если она уедет в декабре следующего года, ей будет ещё хуже. То есть, вы говорите, вы предсказываете, да? В декабре начнутся проблемы, точно вы говорите. Хорошо. В декабре какого ещё раз? Этого года? Проблемы будут... Нет. Следующего года. Но проблемы будут не в декабре, они будут раньше. А в декабре будет пик проблем. И она будет соберётся переезжать. Она соберётся переезжать, а вы не рекомендуете переезжать, да? В декабре 1918 года, верно? В 1918 году, да. Вот. Дорогие друзья, как вы видите, ГОР прогнозирует намного вперёд, да? А есть какая-то граница ваших прогнозов? Ну, ГО, 2, 3, 10? Граница – это время передачи. Можно смотреть. Понятно. Хоть до конца. Да. Вы знаете, у нас есть очень интересная тема, которую мы даже не осветили ещё на нашем канале. То есть, тема какая? У нас у всех есть питомцы. Питомцы имеются в виду домашние животные. Вот. И каким-то образом ГОР их тоже считает. ГОР, как вы считаете? Вы считаете, дата рождения собачки или кошки? Или как? Не важно. Не важно. Животное любое. А как вы, а что вы прогнозируете по поводу животных? Как их прогнозировать? Найдёт они работу? Не найдут. Они уже, так сказать, при доме. А что вы прогнозируете? Я прогнозирую, эта собачка будет? Есть, например, платье Версачи, да? Или платье от Валентина? Понятно. Не будет, да. Хорошо. Ну, вот, хорошо. Вот, скажем так, ну, собаки какие люди болеют, кошки тоже. Да, я понимаю. Они болеют. А вы их можете лечить на расстоянии тоже или как? Ну, животных лечить на расстоянии сложно, потому что сложно. Это уже как бы другой уже уровень. Можно, но сложно. И, ну, как бы это, ну, не очень хорошо. Я понял. Ну, уважаемая та дама, которая находится в Чикаго, в Дубае. Ну, что вам мешает? Почему вы не сходитесь с людьми, могу вам сказать. Во-первых, у вас завышена ваше то, что называется, селфи-стим по-английски или самооценка. Может быть, она была. Может быть, она сейчас. Но то, что это есть, без сомнения, вы считаете, что вы знаете больше, вам трудно общаться с людьми, поскольку, если это не соответствует вашему видению, вы будете с ними несогласны, и вы будете гнуть свою линию. Но то, что у вас великолепная способность общения, непонятно тогда, почему вы не можете с ними общаться. Я не уверен о том, что вы находитесь, вот Гор говорит, что вы находитесь именно в том месте, где вы должны находиться, но, не знаю, мне так кажется, что вам некомфортно находиться в этом месте, поскольку, ну, так сказать, на Чижбине, тем не менее, все-таки вы русскоязычная, находитесь совсем не в том месте, где, может быть, вам надо было находиться. Но, опять же, Гору видней. Там причина, опять-таки, личная жизнь, поэтому хочется уехать. Личная жизнь, несомненно, я только вот это и хотел сказать, поскольку вы слишком переборчивая, вы ищите варианты, и варианты вы, конечно же, находите, но эти варианты почему-то не те. Несмотря на то, что вы, скажем так, может, даже не о себе заботитесь, вы больше заботитесь, скорее, даже о ком-то. Вот, возможно, о ваших спутниках вы больше заботитесь, больше им внимания уделяете, пытаетесь облагодетельствовать всех и вся, забывая при этом о себе. Имеется в виду, что мы приехали всей страны Советов. Это означает, что мы все любим давать советы. Или наоборот. Мы любим давать советы, потому что мы приехали оттуда. Но вот давать советы можно, конечно, но легче всего давать советы тем, кто уже себя реализовал. А то мы себя еще не реализовали, а даем советы. Как бросить курить, если мы сами курим? Да, это легко, говорил Марк Твен, знаете, да? Курить бросить легко, да? Я уже бросал раз в пять, да? Да, больше, вообще-то говоря. Больше. Да, больше он говорил, что он бросал очень легко. Поэтому у вас, еще раз говорю, авторитарность завышена. И вот где-то неполадки ваши в семейной жизни. Не знаю, с кем это связано. Возможно, 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 с мамой. Или с вашим дедушкой по маме. Может быть, еще раз говорю, не знаю. Все остальное у вас замечательно. То есть цели вы добиваетесь. Все здорово. Физически работать вам противопоказано. Ну, это вот то, что касательно женщины 27 декабря, которая родилась. Молодая женщина, 32 года всего, да? Еще даже нет. Хорошо, у нас есть вопрос. 2 августа 1995 года. Ну, вопроса нету на самом деле. Есть только дата, правильно? А 2 августа 1995 года. Дорогие друзья, вы задавайте вопрос, потому что, ну, понятно, что дата есть, да? Но что бы вы хотели узнать? Ну, еще говорится, что это парень. Ну, говорится, что это парень, да. 2 августа 1995 года. Кто пишет, тоже непонятно. То ли это мама, то ли это девушка. Скорее всего, не девушка, а мама. Или сам парень. Потому что, если был бы писатель... Сам парень вряд ли он бы задал такой вопрос. Ну, наверное, кто-то из родственников. 2 августа 1995 года. Парень под криминалом. Вот так? Да. По криминалам? Под криминалом. Под криминалом? Да. Это что значит? Это значит, что он куда-то... Куда-то его хотят тянуть. Угу. И хотят тянуть, сейчас скажу, когда. Ну, в принципе, вот октябрь. И если он влазит в этот криминал, то в феврале будет ему плохо. Ну, смотрите. Вот у меня поступила обратная связь от молодой женщины 10 мая. Гор молодец. Гор молодец. А мужик, который... Ну, мужик, простите. А ее партнер или не знаю кто. Ну, не знаю. Муж, не знаю, будем так говорить. 8 июля 70-го года. Это вопрос в том, заключается о том, что с ним. То есть вы сказали, по-моему, да, о том, что она жертва. То есть он как-то себя ведет по отношению к ней не так, как он ведет. И попросили дату. 8 июля 70-го года. Сейчас. Майк, ну-ка, Майк. Да. Вообще-то такие вещи, которые публично, ну, я не хочу все равно. Пусть она обратится лучше, ну, потом напрямую уже. Ну, хорошо, хорошо. Это тема деликатная. Я понимаю, я понимаю. Кто там рядом, кто там рядом с ней стоит, кто слушает. Ну, я не могу так. Я согласен, да. Я согласен. Есть определенный кодекс, поэтому я не хочу его нарушать. Это мой принятый. Я согласен. Дорогие друзья, вы видите о том, что я, кстати, этому очень рад. Тактичность людей это на первом месте должна быть. Правду, матку можно, конечно, но она не всегда... Это не всегда будет тактично. Чтобы она немножко так, ну, поняла, что я вижу, да? Да. Я скажу и про июнь этого года. Он тоже был подстресным сильнейшим. Возможно, даже был в госпитале. В июне? В июне, да, этого года. Ну, чтобы она знала. Понятно. Ну, наверное, она знает. Это же ее мужчина, да. Ну, хорошо, хорошо. Интересно, интересно. Хорошо, дорогие друзья, мы ждем ваших вопросов. Еще раз, наш телефон 847-498-3367. Это телефон студии. Радиорезонанс. Ну, и телефон смс 847-595-0904. Мой телефон, на всякий случай, кто не успел, 847-226-9956. Кстати, пользуясь случаем, могу сказать, всех приглашаю, кто хочет, жителей города Чикаго, прийти в мой офис. Это находится, ну, многие уже знают, в общем-то, это на углу Дандиен-Милуоки. Риверсайд-Плаза, там, где был магазин Астап, где был Штрамс-Дели. Двухэтажное здание, второй этаж, комната 400. Дело в том, что в 11 часов по времени города Чикаго будет моя трансляция. И мы будем разбирать вопросы. Это будет видеоформат. Это будет YouTube в реальном времени. И вы, дорогие друзья, являетесь первыми, кто знает этот секрет. Обычно в день трансляции я говорю, кто будет гостем этой программы, которая будет завтра в 11 часов, как раз-таки будет наш собеседник Гор. Так что приходите или позвоните, я вам расскажу, как подключиться к трансляции. Это будет интересно. Хорошо. Майкл, еще такая ирония судьбы, да? Да. Я помню, мне где-то было лет, наверное, 15, нет, лет, наверное, было 14-15. Я мечтал, знаете, где жить? Где? Почему-то. Где? Около озера Мичиган. Серьезно? Вот такая, да, вот такая была. Я вам пришлю фотографию. Это лучший штат, по-моему. Я вам пришлю фотографию. Кстати, кстати, вот вы затронули вот эту вот тему. У нас есть, кто не знает, дорогие друзья, могу вам сказать. У нас проживает на территории Соединенных Штатов, ныне живущий, человек, который, ну, называют его предсказателем и довольно известным человеком. Его зовут Майкл Скеллион. Он проживает, насколько я помню, в штате Алабама. И вот он к 2000 году, до 2000 года составил две карты. Одна карта Соединенных Штатов Америки, а вторая карта – карта мира. Вот эти карты говорят о том, что будет после всемирного потопа. То есть мы находимся на границе каких-то очень и очень серьёзных изменений. Изменений в наших климате. И сейчас они уже идут, какие-то ураганы и так далее. Причём будет всё больше и больше. И вот, если мы говорим о озере Мичиган, то все великие озёра, их пять, как мы знаем, они сольются. И путь их проляжет через штат Иллинойск, к сожалению. То есть, в том числе и город Чикаго. Поскольку мы знаем, Чикаго расположен, особенно в даунтаун, расположен прямо на побережье озера Мичиган. И, кстати, Лейк Шор Драйв отвоевали. Вот именно таким образом отвоевали у озера. Забрали, точнее, у озера. Нарушили, так сказать, закон практически. Какую-то полосу. И там было построено и здание, и разные. Вот и Лейк Шор Драйв там тоже пролегает. Но вот природа таких вещей не любит, всему своё время. Как вы относитесь к этому прогнозу, Гор? Будет ли это, если да, то когда? В общем-то, пора готовиться к неизбежному, как у нас реклама такая. Майкл, сейчас такой статкарт на два точное время. Да. Ну, это сложно, я так не могу. Хорошо. Тогда на нашей одной из следующих программ. 28-го у нас есть ещё один вопрос. 28-го. Более конкретный вопрос, да? Ну, вот сейчас нам Аркадий задаст этот вопрос. Здоровье мужа. 30-е октября? 46-го года. 30-е... Ну, конечно, виновата. Прости. Минучку, минучку, давайте по порядку. 30-е октября, это муж, да? Подождите. 30-е октября какого года? 46-го. 46-го. Это день рождения мужа, правильно? Да. А она сейчас говорит про день рождения свой? Нет. А как? Спрашивали, что здоровье мужа, виновата ли она, в его состоянии. А вторая дата? А вот она, это февраля, в его состоянии. 6-го февраля, 48-го? Окей. Гор вы записали? Да, 30-е октября, 46-го. Здоровье, ну, честно говоря, я не уверен, что он отмечал этот день рождения. А здоровье у него в октябре было, в октябре, да, наверное, и сейчас. Никуда не годится. Очень тяжело ему. Очень. Крайне тяжело. Максимально, можно говорить так. И морально, и психически. Какие прогнозы? Или не стоит об этом в эфире? Не стоит в эфире об этом. Понятно. Ну, вообще он прошел, прошел этот пик негативный, ну, плохой пик, прошел он. И живо, слава богу. Как я говорила. Вообще было ему тяжело. Очень тяжело. И, скорее всего, он где-то в ноябре собирался куда-то ехать даже. В ноябре. Вот сейчас, в это время. Ехать никуда не нужно. Ну, если у него проблемы со здоровьем, то, конечно, никуда не нужно. А то, что он не отмечал свой день рождения, имеется в виду, у него настолько были серьезные проблемы со здоровьем, да? Да, так будет. Если он не был этому, то он был этому не рад. А виновата ли жена в его проблемах? Если она задает вопрос, то я могу уже как психолог сказать, да, виновата. Никто не будет задавать такой вопрос. Ну, вообще жена, жена красивая у него женщина. Это рад. Да. Да. Она, ну, она жесткая. Она как бы, это можно говорить, да? Да. Она жесткая, и она как бы двойная. Она и строгая, и дружелюбная. Вот такое вот. То есть это как бы входит в детонат. Не поймешь, что у человека вообще на уме. Вообще нахороший человек. Вы знаете, вот если бы я, скажем, анализировал этого человека, то я... И, кстати, у него тоже были проблемы с здоровьем в этом году. Они были у нее, они были у нее, сейчас скажу. Летом. В июне, в июле. У нее были тоже проблемы, да? Да. Тебя не слышно. Да, были проблемы у нее тоже. У нас есть еще вопросы. Да. Пришел вопрос. Какой? Значит, дата рождения 28 августа 1990 год. Вопрос такой. Личная жизнь на этот год и ближайшее время? 28-го, 90-го года? Молодой человек совсем. Это мужчина... 28 августа 1990-го года. Это молодой человек. А вот мужчина или женщина не пишется. Ну... Но личная жизнь на этот год и ближайшее время. Ну, напишите все-таки. Это же имеет значение. Ну, это вопрос гору, большей части. Я вижу, что там... Мои вижу, но это общие обзоры, я бы так сказал. Но город будет детально, может сказать, конечно, подать еще более детально. Личная жизнь закончилась в прошлом году летом, в конце лета, в августе. Вот тогда она закончилась. В этом году ее не будет по-нормальному. То есть разбежались, да? Да. Это была... Ну, этот человек, который дал дату, он ушел. Ну, понимаете, парни не пишут об этом. Это молодая девушка, скорее всего, женщина, 20-го, 90-го года. А раз она задает такой вопрос, то, наверное, все-таки женщина. Значит, получается, она ушла, да? Она ушла в конце прошлого лета. В этом году хорошего не было и уже не будет. Следующий год... Следующий год, в принципе, тоже. Да. Если мы говорим там о большой светлой любви, да? Да. Вот. Ну, я могу добавить вот что, уважаемая девушка, да, вы, так сказать, у вас, с одной стороны, желание, естественно, создать семью, во что бы то ни стало, а с другой стороны, вообще у вас нет такого желания. Что у вас есть? У вас есть способность понимать в интимных отношениях. Вы очень хорошо в этом разбираетесь. И для вас это чуть ли не как искусство. Это нормально. Это вполне нормально. Но вот вам необходимо, если вы уже решились на брак, то необходимо использовать случай, иначе это может затянуться. Хотя возраст 20... Ну, для Америки это вообще не возраст, на самом деле. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok